О-хо-хо! С вами, как всегда, я, Дед Мороз! Ну а если серьезно, с вами я, главный мечтатель, и сегодня у меня новый выпуск. Многие новогодние передачи и фильмы всегда на веселую тему. Я же наоборот, буду говорить о грустном и как этого не допустить. Речь пойдет о том, как взрослые убивают в ребенке мечтателя. И что необходимо сделать, чтобы ребенок вырос настоящим мечтателем, который сможет заполучить то, о чем он мечтает. Начинаем! Начну я с истории, которая произошла в конце 2020 года. Я не буду называть конкретные личности, но речь пойдет об очень целеустремленной семье, в которой отец спортсмен, входящий в топ-10 в России по одному из видов спорта. Я уже очень давно подписан на него в инстаграм. Привлекло меня то, что его ребенок занимается карате, растет он порядочным мальчишкой, выигрывает на большинстве соревнований. Мой ребенок тоже спортсмен. И мне всегда интересно, что делают родители для того, чтобы ребенок продвигался в спорте, не терял желание ежедневно работать. А поверьте мне, спорт – это очень сложное дело, неважно какой. В спорте нужно работать каждый день физически, быть морально устойчивым, быть готовым к несправедливостям и поражениям. И это огромная работа как для ребенка, так и для родителей. Ведь дома вы родители, для маленького спортсмена и родитель, и врач, и психолог. В общем, наблюдал я за развитием мальчишки и понимал, как ему тяжело. И какая сила в нем, он пахал каждый день. Отец при этом также тренировал мальчишку дома, помимо тренировок в зале. В настоящий момент на дополнительной работе я сам работаю тренером. И знаком с детским спортом не понаслышке. Взрослые часто забывают, что это дети, а не олимпийцы. И загружают ребенка настолько, что детскому организму тяжело с этим справляться. Я продолжал наблюдать и точно понимал, что ребенок не сможет вывести такие нагрузки. Ведь он проводил по две тренировки в день – карате плюс ОФП. А в выходной они с отцом бежали кросс по 10 километров. Есть такое понятие – перетренированность. Это когда объем и интенсивность тренировочной программы превышает восстановительные способности организма. Также нужно не забывать, что ребенок – это растущий организм. И много ресурсов направлено именно на рост. Развитие и становление организма плюс ко всему – ребенок загружен тренировками. Да не просто тренировками, а по программе взрослого человека. Извините, что погрузился в детали физнагрузок. Но хотелось бы, чтобы все понимали, насколько мальчишка был загружен в свои 10 лет. А занятия спортом в его жизни начались в 5 лет. И вот конец 2020 года. Мальчик, как и все дети, написал письмо Деду Морозу. Попросил он, как и многие дети, телефон. При этом он абсолютно положительный ребенок. Спортсмен. Насколько я понимаю, с учебой проблем нет. Дисциплина на уровне. И вот в конце декабря у мальчишки очередные соревнования. Первенство города. Мальчуган уже выигрывал чемпионат Европы и другие престижные соревнования до этого. Часто был в тройке. И, насколько я помню, редко уходил с соревнований без медали. И вот на первенстве города он доходит до финала. В котором, к сожалению, уступает и занимает второе место. И тут его папа выкладывает пост. Который пестрил критикой, негодованием и так далее. Соперник лучше, дрался сын плохо. Но это ладно. Часто мы, взрослые, не можем совладать со своими эмоциями. Но дальше он написал, что счастливый 2021 год для сына начнется без подарка от Деда Мороза. Что? Там дальше было пояснение, что во всем виноваты гаджеты. Что мальчишка позволял себе в течение года играть в PlayStation, которого теперь лишается и так далее. Стоп. А теперь по порядку. Папа ни на минутку не задумался, что проблема может быть и вовсе не в гаджетах. И сделал ребенок возможно все, чтобы выступить на первое место. А может наступила та самая перетренированность? Может быть мальчику нужен был отдых и больше времени для восстановления? А если разобраться, то с каких это пор Дед Мороз перестал дарить подарки детям, которые заняли не первое, а второе место на соревнованиях? А может быть папу лишить всех прелестей жизни за то, что допустил ошибку в тренировочном процессе? Мне кажется Дед Мороз бывает дарит подарки даже тем детям, которые достигли за год меньших результатов и вели себя не так хорошо, да и учились не важно. Как этому мальчишке дальше мечтать? Ему говорят, что к мечте может привести только правило действий. Но ведь есть еще масса других составляющих при достижении мечты. Если вы о них позабыли, то они есть вот в этом выпуске. Сейчас вы наверное задаетесь вопросом, зачем нам мечтатель об этом поведал. Все просто, не ружьте мечты близких, особенно детей, не делайте этого. Позвольте Деду Морозу подарить подарок вашему ребенку. Соглашусь, что наверное можно попросить Деда Мороза не приходить, если провинность какая-то ужасная, что выходит за рамки дозволенного и разумного. Но если ваш ребенок потерпел поражение, вы должны смотреть не на то, как он выступил, а на то, как он старался и найти какие-то другие плюсы вашего ребенка. Дед Мороз это отличный проводник мечты. Это именно то чудо, которое в дальнейшем нам всем помогает верить в мечту и точно знать, что она исполнится. А если Дед Мороз не приносит подарок, увы, скорее всего с этого ребенка никогда не получится мечтателя. Ведь он еще в детстве потеряет веру в исполнение мечты. Кто, если не родители, помогут это развить? Только Дед Мороз еще может, но вы ему запрещаете. Это ужасно, не делайте так, не рушьте эту магию. Воспитательный процесс – это ваше дело, но не трогайте святое. Подарок от Деда Мороза – это большое начало для мечтателя. И чем дольше он будет в это верить, тем легче ему будет дотянуться до мечты в жизни. Я поражался этой историей и думал, это единичный случай. Но тут в общении со своим родственником на вопрос, что Дед Мороз принесет его дочери, в ответ я услышал ничего, так как она выкинула в мусорку часы брата. Согласен, плохой поступок, но это всего лишь вещь. И как этим детям дальше мечтать? И вот тогда я понял, что эти случаи не редки. Есть один прекрасный способ объяснить ребенку, что такие поступки – это плохо. Дед Мороз может написать письмо ребенку, где пропишет, что видел, что она совершила плохой поступок. Но еще он видел, как она сделала 3-5 добрых дел. Например, спасла воробья, помогала маме варить суп, наводила дома уборку и так далее. И вот за то, что добрых дел больше, Дед Мороз не обошел ее стороной. Но это же так просто. Например, моему ребенку Дед Мороз написал, как он восхищен тем, как сын спас мальчика от падения в канализационный люк. Ребенок знал, что это отличный поступок. Но он был ошеломлен, что Дед Мороз тоже это видел и отметил этот поступок. Ребят, включайте фантазию и помогите Дед Морозу сделать все правильно. Запомните, Дед Мороз – это отличное начало для маленьких мечтателей. Самое страшное, что дети растут очень быстро. И возможно, очень скоро Дед Мороз перестанет уже ходить к ним. И мы не просто рушим эту магию праздника, но и упускаем это замечательное время, а также нагнетаем в доме негативную обстановку. Сегодня я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Друзья, до Нового Года осталось 10 дней. Я специально делаю этот выпуск за 10 дней до Нового Года, чтобы у вас было время опомниться и не совершать эту глупость. Помогите маленьким мечтателям не утерять эту уникальную способность мечтать. Их мечты самые искренние. И если они исполнятся сейчас, то в жизни они будут уверены, что любая, даже самая невероятная мечта исполнится. С вами был я, главный мечтатель. Присылайте мне свои истории мечты. Помогите этому миру обрести еще больше мечтателей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok